Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшое любительское сравнение Redmi Note 8 Pro. Вот он слева, вот так вот он выглядит, и Redmi Note 7. Оба эти смартфона в свое время были, значит, признаны российским YouTube-ом одними из лучших в бюджетном сегменте, цена-качество и так далее. Соответственно, Redmi Note 8 Pro совсем недавно, и Redmi Note 7, вот этот вот справа, ну, я не помню, уже года два или полтора, или год назад был признан тоже лучше. По-моему, даже больше уже, наверное, полтора или два года прошло. Друзья, что я хочу вам сказать, друзья, прошу прощения, что у меня заряжает сейчас село батарейка на Redmi Note 8 Pro, но вот так. Прежде всего, производительность, смотрите, 136 тысяч, причем было больше, где-то в районе 150, но все равно производительность где-то в два раза больше на Redmi Note 8 Pro, чем на Redmi Note 7. Значит, дальше. Экран больше. Значит, процессор лучше, естественно. Оперативной памяти в самой минимальной комплектации на Redmi Note 7 было, у меня было, значит, 3 гигабайта на Redmi Note 7, а здесь уже 6 на самой минимальной. Значит, дальше. Значит, встроенной памяти здесь у нас на Redmi Note 8 Pro, у меня сейчас 64 гигабайта, самая минимальная версия, ну, а здесь было 32. Короче, друзья, что касается дизайна, конечно, в свое время был очень популярен вот этот вот синий, такой бликующий цвет, не знаю, как его назвать, переливающийся, синий-фиолетовый, сверху более фиолетовый, потом выше, уже более такой, ниже более синий, тут стекло, здесь, кстати, видите, немного не очень аккуратно выглядит стекло, потому что я его сам менял, и я, естественно, это делал непрофессионально, я не умею профессионально делать, значит, замену стекла вот поменял, как поменял, поэтому так мне очень круто выглядит. Дизайн мне больше нравится на Redmi Note 8 Pro, вот, кстати, здесь у меня есть функция скрытия челки, поэтому так выглядит, на самом деле, здесь вот она челка, вот такая вот кругленькая, и, кстати, она мне вообще здесь другая, видите, челка здесь, кстати, тоже функция скрытия челки, но все равно вот видно, что она вот здесь более такая, как, я не знаю, как прыщик, а здесь более как такой жирный прыщик. Друзья, что я хочу сказать дальше, значит, по характеристикам, здесь камера на 48 мегапикселей, мегапикселей 10х64, здесь камера может снимать новую Redmi Note 8 Pro в 4К, 30 кадров в секунду, здесь не можно Redmi Note 7. Дальше, друзья, значит, здесь есть NFC, здесь нет NFC. Дизайн мне нравится больше, кажется, вот ощущение такое, видите, из-за вот этой рамки сбоку, что смартфон более премиальный, экран вот такой вот, есть обновление на MIUI 12, здесь нет обновлений на MIUI 12. Короче, друзья, если честно, вот так коротко сказать, мне во всем нравится вот этот смартфон намного, Redmi Note 8 Pro, намного больше, чем Redmi Note 7. Мне один обзорщик, ну вот я смотрел обзорщика, я смотрел на Redmi Note 8 Pro, и я думал, блин, парень, да это вообще, что тут нового такого, чего тут такого может быть нового? Мне не кажется он новым, мне не кажется он классным. Когда вы смотрите обзоры, так себе, да, но когда вы его видите вживую, когда вы его трогаете после Redmi Note 7, который у вас примерно год уже, то, друзья, поверьте, разница очень сильно ощущается, и действительно недаром всем полюбился вот этот вот Redmi Note 8, потому что он за свою цену, кстати, вот я Redmi Note 7 покупал за 12 тысяч, в районе 12 тысяч в самом дешевом месте, где-то в начале 2020 года, да, а вот этот вот совсем недавно купил по акции, там на Озоне была акция, там за 14 500, вот минимальная версия, то есть цены почти одинаковые, но производительность настолько быстрее, настолько лучше, настолько ощущается лучше и все остальное, что я просто лично в шоке. Кстати, у нас тут еще один зритель пришел, вы его не видите, вот, я упущу тебе, вот как только я начинаю снимать и говорю что-то, сразу же подбегает котейка, вот видите, как зритель еще один. Друзья, я слышал много слухов, допустим, от продавцов, что Redmi Note 8 Pro хуже держит батарейку, я этого вообще не заметил, друзья, вот я больше дня не заряжал, и все отлично, играл в игры и так далее и тому подобное. Мне даже больше нравится производительность, точнее, как долго держит батарейку, чем Redmi Note 7. Потом есть обновление MIUI 12, которое мне вообще понравилось. Управление жестом, видите, вот это такая черточка к в Apple, ну, как у iOS, да, насколько все быстрее работает. Даже вот эта игра, которая у меня просто повисала на Redmi Note 7, Springfield, у меня самый большой город, тут вполне уже лучше, ну, намного лучше и быстрее идет. Все игры, все это настолько заметно, что все лучше. Плюс есть NFC, да, плюс экран более какой-то ярче, насыщеннее, и, не знаю, прямо чувствуется, что он прямо лучше, богаче. Ощущается, что видно, что он больше и так далее и тому подобное. Друзья, что еще хочется сказать? Дизайн мне нравится, очень понравился вот этот сзади белый, так сказать, как это, я точно не знаю, ну, такой вот, как перламутровый, я не знаю, или как, ну, знаете, жемчуг переливает, вот он такой же, плюс это стекло, приятно трогать, плюс камер, смотрите, теперь раз, два, три, четыре было, вот еще одна и вспышка, вспышка больше, чем на Redmi Note 7, вот. Соответственно, фотографируют лучше, съемка лучше, мне все больше нравится. Так что, друзья, конечно, это короткий, быстрый, любительский обзор, но я вам скажу честно, Redmi Note 7, вот никто из обзорщиков так и не сказал, но мне кажется, до сих пор, а, вот я вспомнил, друзья, сейчас рекомендуют Redmi Note 9, просто, вместо Redmi Note 8 Pro. Вот продавщица зашла, мне посоветовала, типа, купить, хотя производительность меньше, чем на Redmi Note 8 Pro, там, 2200 тысяч баллов Antutu, что-то типа меньше, да, то есть, примерно на 100 тысяч меньше. И тогда дизайн мне больше здесь нравится, вот этот белый цвет, там уже нет такого белого цвета и такой задней крышки. Вот, здесь специальное охлаждение, и действительно, друзья, через год у меня очень начал перегреваться Redmi Note 7, я об этом делал ролики, он троттлит, приложение, приложение троттлин, так оно у меня сейчас не установлено, но когда его запускают, то там просто жесть, какая происходит, просто троттл начинается через несколько минут. Мне кажется, это из-за того, что там, естественно, есть термопаста, естественно, между радиатором и крышкой, там железно, как бы, и она, естественно, на мой взгляд, просто ухудшается со временем, как мое такое предположение, и, соответственно, вот поэтому все и идет к тому, что плохо начинает работать. Значит, что касается производителя, он не греется, максимум там до 40 градусов, я это тоже замерял, у меня вот здесь пирометр, вот, и я замерял. Вот, соответственно, что еще хочу сказать, оперативной памяти 6 гигабайт, но пока этого мне достаточно во всех приложениях, и я не видел. Вот тут трех не хватало, реально не хватало. Производительности в 300 тысяч почти что в Antutu тоже хватает, реально хватает. Хотя мне, опять же, на Redmi Note 7, как вы знаете, Redmi Note 7, такой же процессор, как в Redmi Note 5, просто его подразогнали, и, значит, и назвали по-другому, да, чуть-чуть там, с напдрагом там, ну, посмотрите, да, и он из-за этого Redmi Note 5, у меня был Redmi Note 5, я его посеял, он работал лучше, он работал стабильней, он работал, как бы это чуть-чуть, знаете, такое ощущение, как будто вот он работает, работает он раз, как будто то ли фризит, ну, чуть-чуть. Короче, Redmi Note 5 работал стабильнее, чем Redmi Note 7, и разгон не всегда бывает на пользу, вы все это прекрасно знаете, и вот, соответственно, я вам это еще раз напоминаю. Друзья, так что, что я хочу сказать, Redmi Note 8 Pro, на мой взгляд, сейчас самый лучший выбор, вот, и ни в коем случае не берите Redmi Note 5, ему не хватает производительности, ему не хватает, я всегда просто беру самый бюджетный, дешевый, да, вот вариант, да, потому что он самый, ну, выгодный, на мой взгляд, да, то есть там, это я брал за 12, это за 15, 500, вот, и поэтому я как бы про самый дешевый сегмент и говорю, чтобы сэкономить можно было, вот, и поэтому выгоднее, конечно же, не брать Redmi Note 7, вот, поэтому потом, я вообще, если честно, в нем уже так разочаровался, особенно после Redmi Note 8 Pro. Друзья, что еще хочется сказать? Вообще, настолько удивительно, единственное, единственное, друзья, чем лучше Redmi Note 7, чуть-чуть, как бы, по, значит, низкие частоты в музыке, более, как бы, насколько могут быть, да, басы лучше звучать, здесь лучше звучат, да, ну, как бы, насколько басы, конечно, можно, это я, естественно, такой согнул, да, ну, как могут вообще быть басы в таком маленьком смартфоне, ну, в таком смартфоне, но все равно, вот, как бы, лучше звук, когда идут басы, мне больше понравился на Redmi Note 7, вот, и что еще, он реально чуть поменьше, экран, кстати, тоже поменьше, вот, вот, значит, но, опять же, он вот настолько поменьше, что, видите, я даже накладываю один на один, даже вы этого не чувствуете, но, поверьте, именно так, хотя я уже думаю, блин, может мне это, нет, нет, он совсем на чуть-чуть, вот, прямо, еле заметно, я это показывал, когда я ставлю, видите, вот, на стол, одинаково, вот, и, возможно, только тогда это, приложение запускается, вот, как, видите, вот он, видели, да, как фризит, это вообще жесть, конечно, жесть, вот. Друзья, я просто не знаю еще, что сказать, значит, цена-качество, экран-производительность NFC, оператива, процессор, камера лучше, ну, все, что я перечислил, лучше в Redmi Note 8 Pro, дизайн мне больше нравится в Redmi Note 8 Pro, и вот, собственно, и все, друзья, я просто не знаю еще, что добавить, напишите в комментарии ваши, возможно, вы всталкиваетесь, вас что-то бесит, или вы, как бы, мне откройте глаза, потому что это любительские короткие обзоры, естественно, я не могу узнать все, вот, так что напишите в комментарии, вот, я обязательно отреагирую тоже, посмотрю, возможно, вы и правы. Так же, друзья, вот, собственно, и все, значит, котейка тут уже начинает проверять, что-то такое интересное, говорит, ты, говорит, общаешься, смотря на эти смартфоны, ну, что-то такого-то, эй, так же, друзья, вот, собственно, и все, надеюсь, вам видео было полезно, ну, или вообще интересно, так что я считаю лучше даже, я посмотрел на дизайн Redmi Note 9, там, или 9 Pro уже дороже, да, хотя и производитель, по-моему, такая же, как и на Redmi Note 8 Pro, вот, ну, мне и дизайн не нравится на Redmi Note 9, и Pro, и просто 9, больше нравится на Redmi Note 8, ну, и плюс не было такого, что Redmi Note 9, вот, все ютуберы заметили, да, и так и мое мнение тоже, Redmi Note 8 Pro до сих пор является, это, кстати, рамочка, она пластиковая, но все равно выглядит, друзья, я вот прям вижу на камеру, он это не передает, вот, нельзя передать, да, но ощущается смартфон просто, вот, наверное, отсюда, видно, что как будто он действительно реально премиальный прямо, ну, и, конечно же, к нему в комплекте шел чехольчик, в котором он уже не настолько крутой, вот, но все же тоже неплохо, конечно, надо покупать ему хороший, нормальный чехол, так же, друзья, надеюсь, вам видео было полезно, всего доброго, всем пока, до свидания, спасибо, пока, спасибо, пока, пока.